Слушайте, прошло 30 лет. Жизнь нам всем разъяснила, кто есть кто и что есть что. Дело в том, что есть категории людей, которые не воспринимают никаких объяснений вербально, они не воспринимают никаких, они не воспринимают чужой опыт вообще, но за исключением каких-то принципиальных, важных вещей, типа квантовая теория или теория эволюции. Но вот то, что касается каких-то мировоззренческих, простых вещей, эти люди должны все пройти сами. Они должны переболеть сами чумой, для того чтобы ненавидеть чуму. Им недостаточно рассказа о том, что чума это очень плохо. Им нужно все испытать самим и все пройти, тогда у них образовывается, в общем, ну, вероятно, в каждом случае что-то свое, но в результате вот то, что мы имеем в моем лице, это все результат, конечно же, очень долгого опыта, кровавого опыта, кошмарного опыта, всякого разного. Есть смена режимов, которые сменяют друг друга и делают с территорией и населением то, что они хотят. Но режим только тогда является успешным, когда он умеет прикинуться Родиной, когда он умеет замаскироваться под это сакральное, под это священное понятие. От ее лица можно говорить все, что угодно. От ее лица можно требовать крови, войн, боли, позора и это будет выглядеть вполне нормально. Мы живем в режиме, когда любое наше слово, любое наше действие, немедленно окисляется реальностью. Вы знаете, как железо немедленно начинает ржаветь в определенной среде. Я прошел тяжелый, безумно интересный и головокружительный путь для того, чтобы трезво оценивать страну, в которой я живу, трезво оценивать ее место, трезво оценивать ее настоящее прошлое и будущее. Я ко всему отношусь, в общем, как исследователь. И скорее изучаю на основании уникального материала России, изучаю человека и благодаря тому, что Россия такая живая страна с такой обнаженной нервной системой, я имею возможность получать невероятные по своей силе впечатления и знания. Это очень важная штука. Очень важная и очень интересная. Почему я живу в России? В России сохранились, живут удивительные общественные, политические, психические феномены, которых нет больше нигде в мире. Даже если там, где они есть, они либо содержатся в специальных резервациях для фриков, они есть, им никто не мешает, но всем понятно, что это фрики. А у нас эти существа приобретают могущество, деньги, власть, силу и начинают эту реальность искажать под свои фриковые представления. И это безумно интересно наблюдать. Судьба мне постоянно делала подарки в виде уникальных учителей, уникальных людей, уникальной возможности участия в государственных переворотах, войнах, революциях. Мне повезло знать и близко дружить со всеми выдающимися людьми России. Разными, в том числе и абсолютными уродами. И в каком году вы начали придумать, что случилось в Ленинграде и других местах? Ну, вы знаете, я всем говорю, что это произошло в городе Грозном, когда я наблюдал, как взвод, да, это был первый штурм Грозного, как взвод насилует тетку, у которой была оторвана кисть руки, которая стекала кровью, ее насиловали в этот момент. Но это были сильные впечатления. Но, вероятно, вот как бы такая вот расстановка точек произошла все-таки не там, а в Диснейленде. Постепенно. В Диснейленде. Диснейленде под Парижем. Когда, оказавшись в Диснейленде под Парижем, я понял, в какой глубине жопы находится страна, за которой я пролил столько крови и отдал столько собственной жизни. До какой степени на обочине цивилизации. Но это было вот где-то примерно в те же годы, что и Чеченская война. В 25-м? Да, наверное, в этом, да. На какой обочине цивилизации находится страна, которой нас учили гордиться, которую действительно мы изо всех сил пытались тогда сохранить. Это было очень сильным. Диснейленде, пожалуй, самым сильным впечатлением. Но в предсоюзе я был сторонником империализма. Слушайте, я был советским ребенком, выращенным в условиях советской среды, воспитанным в идеалах этой империи. И для того, чтобы преодолеть эту империю, ее необходимо было пройти, изучить, переболеть ею. И получить иммунитет раз навсегда со всем идеям такого типа. И к тому же невозможно быть патриотом России с учетом того, что Россия – это все равно цепь чудовищных ошибок. Быть патриотом России так же невозможно, как быть влюбленным в консткамеру. В набор безумных уродств, страшных мутаций, невероятных искажений человеческой или вообще любой живой другой природы. Для того, чтобы это все любить, нужно обладать либо абсолютной зомбированностью, либо нездоровой психикой. До того, как появилась нефть, у России тоже была жидкость, благодаря которой она получала все свои блага. Эта жидкость называлась кровь. Она была очень дешевая. Солдатская кровь. Именно при Путине власть стала рассматриваться не как некое романтическое высокое начало, а исключительно как способ личного колоссального обогащения. И это, кстати говоря, нас спасает. Это нас спасает от настоящего фашизма, от настоящего национализма. Потому что лучшее, что мы можем сказать про наших чиновников, про наших государственных деятелей, так это то, что они жулики и лицемеры. Если бы они не были такими, то повторился бы ГУЛАГ, повторились бы кровавые воскресенья и церковный диктат, который был до революции 1917 года. Если бы они не были жуликами и лицемерами, по счастью, они все абсолютные жулики и лицемеры. Слава Богу. Нет, сейчас быть националистом, быть православным, быть державником настолько выгодно. Ведь поймите, да, все те люди, которые сейчас вздыхают про Советский Союз, которые сейчас рассказывают, как это было замечательно, как они преданы державе, это все лгуны, это все лгуны и трусы. Когда погибал Советский Союз, в этой стране было 26 или 25 мальчишек, которые реально за него сражались. Я был одним из них. Поэтому, когда мы говорим о том, что они сегодня все изменились и переменились, мы понимаем, что мы говорим просто о людях, которые просто примитивные, тупо приспосабливаются к любой среде и всегда принимают в сторону сил. Они, причем надо сказать, они все нормальные. Вот с ними когда беседуешь, то с них падает маска этой державности, национализма, православия. Они ржут над этим, они издеваются над этим сами. И это очень хорошо известные вам люди. Я прекрасно знал, что их представления о чекистах не имеют ничего общего с реальностью. И что я предупреждал Борю, что Владимир Владимирович вас передушит. Да, конечно. Он игриво смеялся и объяснял, что у него слишком толстая шея, что эту шею не пережимешь и так далее. То есть они все были не специалисты в политике, не профессионалы. И, разумеется, их школа была гораздо слабее школы КГБ, которую прошел Путин. Поэтому он легко их обыграл, кинул через бедро и сделал с ними все, что пожелал. Они полагали, что они будут им управлять, но он расправился с ними с необычайной скоростью. Путин сегодня похож. Ну, последний раз я с ним беседовал, когда он меня пригласил в доверенные лица. Это было, когда он на прошлый свой срок баллотировался как президент. Я не помню, какой был прошлый. Не этот, а до этого, да. В тринадцатом году. Наверное, да. Я согласился, поскольку он в свое время сделал для меня немало доброго. И у нас были некие личные отношения. В этот раз меня уже не приглашали. То есть, мне намекали, но я сказал, что я пойду в доверенные лица, если Владимир Владимирович выполнит три моих условия. Первое условие – отдать Крым Украине. Второе условие – очистить Донбасс от уголовной сволочи, извиниться, убрать за собой и компенсировать Украине все проблемы. А третье – купить черный перманентный фломастер, вызвать Гундяева и на лбу у Гундяева написать слово. Вот тогда я пойду к нему в доверенные лица. Почему-то мои предложения не были восприняты на ура. Знаете, мы все меняемся. Мы все меняемся и меняемся постоянно. Как изменился я. Как, вероятно, менялись вы. Как, вероятно, меняются все люди в обязательном порядке. Потому что я всегда говорю, что интеллект и убеждение – две вещи несовместимы. Интеллект – это некая стабильная, статичная, раз не всегда нарисованная картина. Это нечто, что постоянно находится в динамическом круговращении, в поиске, в изменении, в метаморфозах, под влиянием новой любой информации, любых фактов, любых новых сведений о мире, новых обстоятельствах. Это все время должно меняться. То есть, это очень интеллект и мировоззрение – это очень нестабильная картина. Всегда. Если она стабильна, значит, мы имеем дело с идиотом. Но, безусловно, он прав, что когда транслируются его мысли о том, что он – это Россия. Вот это абсолютная правда. Действительно, потому что, не имея Путина, Россия существовать, вероятно, да, действительно и не будет, но я не вижу в этом никакой проблемы. Дело в том, что Россия попыталась сыграть, воссоздать наиболее архаичную, примитивную, депрессивную, деструктивную форму государства, такую, как сейчас, но она не жизнеспособна. Потому что невозможно развивать полтора города, завешивать их рекламой, лампочками и дорогими шмотками и оставлять в говне всю остальную страну. Вот она не будет никогда развитой страной, это будет все равно декорация. Надеждений совсем нет. 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 Никаких. Никаких надеждений. Никаких. Никаких. Ну, вот, по крайней мере, в обозримом будущем нет. Вы имеете в виду надежду на то, что Россия станет нормальным государством? Не, 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 бросьте, бросьте. В 90-е годы все было очень соблазнительно, все было очень близко. Действительно, это свобода, это Европа, эта нормальность была на расстоянии вытянутой руки. Но, как выяснилось, все это никому не надо. Да, это было, но было понимание, что это возможно преодолеть. И был потенциал преодоления. И был драйв преодоления. Лихие. Да нет. Вы знаете, 90-е были волшебным временем, когда у каждого человека, неленивого, была возможность радикальным образом изменить свою судьбу. Другое дело, что этой возможностью было лень или страшно пользоваться. Как всегда, вот это так называемое пассивное большинство, ожидающее, что за них решат, ему предложат, для него сделают, оно создало вот эту ужасную репутацию этим 90-м. Потому что, хотя на самом деле, действительно, каждый тогда мог изменить себя, судьбу, свое материальное и прочее благополучие. И этот шанс был гораздо сильнее и ярче, чем, например, у вас в Америке после Великой депрессии. То, что мы видим сейчас, вот, изоляция, блокада, санкции, Россия как пугало, это же не воля Путина, это естественные процессы, когда сделанное по архаичным лекалам государство не может найти своего места в мире. И не найдет его. И если для кого-то существует миф о военной мощи России, о том, что она является серьезным противником и соперником Запада, то я-то знаю, что это не так. Что у России нет никакой армии. Немотивированная толпа военнослужащих не является армией. Победа в 45-м году, это факт. Победу в 45-м году одержала группа норвежских диверсантов. Норвеж? Группа норвежских диверсантов, благодаря которой эта победа стала возможной. Откройте в интернете Иохим Ренненберг. А я сделал интервью у него? Да. Он умер в этом году. Это человек, который выиграл Вторую мировую войну. То есть, если бы они не взорвали Барюкан, у немцев была бы ядерная бомба. Если бы у них была ядерная бомба, то Манхэттенский проект бы не успел. Да, но Станнград это не миф. Это не миф, совершенно верно. Да, действительно, Россия оттягивала на себя огромное количество немецких сил и дала возможность осуществиться Манхэттенскому проекту. Потому что все равно эту войну выиграл бы тот, у кого у первого оказалась бы атомная бомба. К тому же не сравнивайте сегодняшнюю армию с армией того времени. Сегодняшняя армия не смогла, проиграла, она проиграла войну даже маленькой крохотной Чечне. В этой реальности я видел, почему проиграла, я видел механизм этой бездарности. Я понимал, что никаких шансов нет, что Чечня все равно победит, и вот она победила, и Россия ей платит дань. И вы были там как... Да, да. В Грозном. В Грозном, первый штурм Грозного, второй штурм Грозного и так далее. В общем, к сожалению, мы живем на закате этой страны, что жалко, потому что эта страна действительно была способна создавать совершенно уникальные, гениальные фигуры, такие как фигуры Павлова, Вернадского. То есть эта страна, совсем недавно включенная в орбиту цивилизации, тем не менее смогла существенно обогатить мировую науку. Это говорит о действительно ее огромных возможностях, которые не реализовались, потому что и уже не реализовывались. Поэтому вот эти все массы, они, не их приязнь, не их гнев, это все ничего не решает. Кто и что? Кто и что решает, решает все равно организованное и очень сильно мотивированное меньшинство. Либо решает то, что называется сама история, которая просто безжалостно дробит и крушит нежизнеспособное государство. Россия, Россия, потому что коррупция является движущей силой всего. Благодаря ей что-то происходит. Но кто будет строить дорогу, если нет надежды украсть 9 десяток денег, выделенных на постройку этой дороги? Не будет никакой дороги. Вы знаете, существует такое количество версий, ведь история, любая история, особенно история каких-то болезненных, важных, поворотных моментов, она обрастает таким количеством фантазий, подробностей, взаимопротиворечащих. Мы прекрасно понимаем, что мы не можем ручаться никогда за достоверность ни одного исторического факта. А вы знаете, для меня тоже нет понятия предателя. Я настолько хорошо знаю людей и настолько снисходительно к всему отношусь. Ну, например, Соловьев. Слушайте, Соловьев великолепный актер. Великолепный актер, который играет роль кремлевского пропагандиста. В какой-то момент он смывает с себя грим патриота и едет к себе в Италию барахтаться, купаться и наслаждаться европейской жизнью. Он абсолютно нормальный человек. То, что он говорит, не имеет никакого отношения к тому, что он думает и чувствует. Любой из нас мог стать Соловьевым. Потому что, когда в 2014 году готовился захват Крыма, всех выдающихся старых, матерых журналистов России вербовали на пропагандистское обеспечение. Надо было всего-навсего, чтобы стать Соловьевым, надо было поставить рядом два слова и сказать их вслух. Крым наш. У меня не получилось. И Кисуев тоже сам? У него получилось. У Соловьева получилось. У Сережки Даренко не получилось. У меня не получилось. Вы сомнили? Нет, Даренко он, в общем, не сумел туда присоединиться. Он не сумел все равно в тот момент этого сказать. Он где-то говорил рядом, но там нужна была больше определенность. А я понял, что, в общем, от этого всего попахивает международными трибуналами. И мне эта история разомравилась сразу. Ты Крымный ваш? Нет, конечно. Крым Украинский, с моей точки зрения. По крайней мере, так считает все цивилизованное человечество, за исключением нескольких стран. Я в данном случае придерживаюсь той же точки зрения, которая является стандартной для европейцев и американцев. К тому же, вы знаете, я вообще не рассуждаю в коллективных категориях, что значит наш, не наш. Конечно, у меня там нет ни единой моей песчинки, ни единой моей травинки. А вот как бы общественная собственность меня никогда не устраивает. Мое это то, что мое. Вот ничего моего там нет. Ну и плюс, как бы мы понимаем, что, в общем, совершенно незаслуженно была очень больно унижена Украина, которая ничем не заслужила такого отношения и такого мародерства. Украина